Итак, всем привет из Питера. Сегодня у нас четверг, 10 марта. Значит, в пятницу 12 числа будет год, как я в Питере. И сегодня заранее хочу снять очень актуальную тему, видео на актуальную тему. Значит, минусы и плюсы жизни в Питере, да. Какие я нашел для себя минусы и плюсы жизни в Питере. Ну и какие вообще существуют. Значит, надеюсь, что тема зайдет, поскольку она очень актуальна. Я вот тут накидал себе заголовки, да, о чем буду говорить сегодня. Значит, начнем с отрицательных сторон, конечно. Закончим положительными. В целом я вот тут разобрал. Значит, от самых больших к самым маленьким. Вообще можно было снять это видео вместе, обязательно, то есть с годовщиной, да. В связи с годовщиной. Но думаю, что многим какая-то моя болтовня будет неинтересна. И поэтому снимаю, в общем, сегодня отдельную тему. Итак, ну приступим к минусам. Значит, говорю, так же буду называть и как-то это комментировать. Первый минус жизни в Питере, значит, ну несмотря все-таки на то, что я являюсь патриотом нашей Родины. Ну, от многих людей это слышал, от многих блогеров и от многих местных жителей. Ну и назову. Действительно, потому что первый минус, наверное, такой самый большой, это то, что Питер, это Россия. И здесь в целом точно такая же жизнь, как и во всей России, да. То есть если кто-то думает, что здесь что-то другое, прям вот, что-то прям кардинальное. По-другому, тот глубоко ошибается. В общем, весь тот же там бардак, беспредел, который творится где-то там в других городах, он происходит и здесь. Потому что вот смотришь иной раз, да, какие-нибудь там новости читаешь. И вот удивляешься на самом деле, вот какое-то там происшествие какое-то, да, что-то там, какие-то действия, вот, ну, негатив какой-то происходит и удивляешься. Вот вроде бы, да, Питер там цивильный город. А вот откуда все это, да, то есть почему вот это вот происходит именно в Питере? Это же Питер. Ну, а тут отвечают, что это не дело не в Питере, это Россия. И на самом деле, вот, многие люди, да, которые там эмигрируют в европейские страны, в Америку, ведь вот обратите внимание, они все вот из крупных городов, из миллионников, то есть там, из Москвы, например, да, вот, такие как там Михаил Портнов или там Нелли Фаренкациен, да, они все из Москвы. Ксения Кривеженко, она из Новосибирска, да, и вот думаешь, вот люди живут в таких крупных городах и еще пытаются куда-то другое место свалить, мол, зажрались, условно говоря, да. Они привыкли к хорошей жизни, чтобы, мол, все было хорошо у них, все как в шоколаде. Они говорят, ну, это не дело в этих городах, это Россия. Ну, поэтому говорю, вот, все вот то, что происходит в России в целом, происходит и здесь. Все эти минусы и плюсы жизни в России, все касается и Питера. Поэтому здесь ничего не меняется. Точно такая же Россия. Так, второй минус. Не раз уже такую тему говорил и, наверное, еще не раз скажу, да, то, что Питер – это провинция, да. То есть, да, знаменитая фраза, да, что не Ленинград, а Петербург. Питер – красивый город, но провинция. Ну, действительно, да, это так есть. Особого какого-то, не знаю, тут столь столичного статуса я не наблюдаю. Вот, но не хватает его здесь, конечно, естественно. Но тут же хочу чуть забежать вперед, что это все-таки там не какой-то, знаете, там вымирающий город или вот тот город, куда людей пытаются там силой вовлечь, согнать, как это было здесь. Да, все начинало только строиться, да. То есть, когда Питер начал строиться, тут же по 40 тысяч человек рабочих сгоняли для строительства. Прям насильно, да. А сейчас нет. Наоборот, сюда очень многие люди стремятся, многие хотят здесь жить. Ну, плюсы будут чуть позже. Так, ну, следующий минус все-таки – то, что зарплаты здесь, конечно, далеко не московские. То есть, многие думают, что, в принципе, Питер – это вторая Москва, да, только чуть поменьше. На самом деле это не так. Зарплаты, конечно, разные уровни, смотря какая специальность, то есть, в какой вы там отрасли работаете. Разница в некоторых случаях, она может быть не очень значительная, да. В некоторых случаях она там может достигать в два раза. Но, вот, опять же, если те люди, которые живут в каких-то крупных городах, да, таких развитых, типа, там, как Екатеринбург или Тюмень, да, условно говоря, вы там работаете даже пусть где-то на заводе, да, условно говоря. Ну, у вас там зарплата, ну, не знаю, там, ну, 30-40 тысяч, да, вот. Но вы не думайте, что если вы приедете оттуда сюда, то вы будете получать больше. На самом деле, даже если вы будете получать здесь чуть больше, ну, условно говоря, ну, тысяч на пять может быть, и вам негде будет жить, то есть, вам надо будет здесь тратиться на аренду, и тошно тоже получается, что вы прогораете, да, здесь в каком-то смысле, и у вас все остается, как и было. Все остается, как и было, ничего вообще не меняется. Поэтому, если вот вы из такого крупного города, да, то обязательно подумайте, стоит ли ехать. Еще есть люди, которые хотят сюда, типа, ехать, типа, якобы, там, заработать денег, значит, они устраиваются, ну, там, в регионе получали, условно говоря, ну, там, 15 тысяч, там, может, 17 тысяч рублей, да. Здесь они приезжают, устраиваются, там, условно говоря, на 30, на 32 тысячи, да, а жить им негде, так же, они им приходят стратиться на аренду, да, и что, они платят, условно говоря, там, за аренду половину, и тошно тоже у них остается. Ну, то есть, скажу так, одно, что Питер, это не город для заработка денег, поэтому, если кто-то мечтает сюда поехать с целью заработка, то вы просядете, да. Потому что многие, на самом деле, едут в розовых очках, думают, что прям вот все будет шикарно, вот, зарплаты такие, то да сё, ну, сейчас, тем более, у нас пандемия, да, поэтому зарплаты очень сильно упали, в том числе даже и вот в Москве. Я так ради интереса еще когда-то так летом посматривал вакансии, там тоже не особо там сейчас, ну, сильно, то есть, зарплаты просели, поэтому, ну, как мог, вот это все объяснил очень Питер, не для того, чтобы тут зарабатывать деньги. Так, следующий минус жизни, который нашли, да, здесь маленькое метро для такого города, очень слаборазвитая сеть метро, значит, я вот тут посмотрел статистику, значит, в Москве, если сравнить вот эти все метро, МЦК, МЦД, 330, да, 331 станция, здесь в Питере 69 станций, кольцевых линий вообще никаких нету, подобных городских электричек тоже нету, то есть, вот как в Москве, там МЦК, МЦД, да, которые интегрируют метро, и вот, буквально, если там взять последние, ну, года три даже возьмем, да, ну, лет пять как-то я не особо хочу брать, слишком такой же очень большой период, на мой взгляд, а вот, года три, ну, я думаю, в Москве, вот даже не считая этого МЦК, МЦД, ну, наверное, где-то порядка 25-30 станций новых открылось, я, конечно, ну, лень мне было эту статистику сейчас собирать, да, а здесь в Питере за последние три года открылась только Зенит, ну, тогда она была Новокрестовская, Беговая, проспект Славы, Дунайская и Шушары, вот все, что открылось за последние три года, и по дальнейшим перспективам, значит, до конца 2024 года, хотя не факт, что потом опять перенесут новые станции здесь метро не появится, и, то есть, на самом деле, очень много районов, где нет метро, то есть, ну, это тяжело, это очень большая транспортная нагрузка, нагрузка на наземный транспорт, на автобусы, вот, поэтому это все-таки плохо здесь, по-хорошему, ну, хотя бы раза в два, в два с половиной станции должно быть нам больше, чем имеется. Так, следующий минус Питера, который я сказал, точнее, который я скажу, да, это большие расстояния, большие расстояния, понятно, что это Питер большой мегаполис, никак его не уменьшить, никак его не сжать, и, вот, большую часть своего времени, да, вы будете, ну, там, ехать, условно, на работу, да, или на учебу, вы будете именно тратить на дорогу, то есть, будете к этому готовы, ну, в лучшем случае, час будет у вас на это уходить, а порой готовьтесь, что и полтора часа будет у вас на это уходить, только на работу доехать, еще обратно, вот, то есть, моя первая работа, которая здесь была на Пулковском шоссе, да, она была очень далеко от метро, то есть, там надо было ехать до метро Московская, и оттуда еще надо было стоять на остановке, ждать автобус, и минут где-то 15 ехать на автобусе, и в общей сложности, то есть, пока я выходил из дома, и пока я добирался на работу, вот, ну, у меня час уходил, и час обратно, то есть, вот, два часа в день, два часа в день, я тратил только на дорогу. Конечно, если вы снимаете, это проще, да, то есть, вы можете снять жилье рядом с работой, ну, если поменяете работу, без проблем можно поменять и жилье, ну, а если вы вдруг снимете где-нибудь, точнее, купите где-нибудь, да, то, ну, уже будут большие трудности, да, это, вот, вдруг пригороды, где-нибудь в пригороде возьмете, да, ну, словно говоря, это какой-нибудь там шушары, да, ну, это не пригород, конечно, это Питер, ну, это черта Питера, то где-нибудь уже, там, на просвещении, в Озерках, или где-нибудь на Комендантском, ну, уже тяжело вам будет работать, вот, то есть, мне даже один раз рассказывали случай, здесь, значит, люди, ну, я точно не знаю, они приезжие или местные, но не суть важна, в общем, у них есть квартира своя, личная, то есть, она, они, ну, куплена у них, да, ну, то есть, в их собственности все, но они ее сдают и снимают квартиру рядом с работой, потому что им неудобно, ну, или как-то очень много времени уходит для того, чтобы ехать на эту работу, вот, а эта сама работа, ну, значит, их устраивает, поэтому им приходится, имея свою здесь квартиру, ее сдавать и снимать себе жилье, чтобы было удобно ездить на работу, поэтому большие расстояния, следующий минус жизни в Питере. Так, дальше, еще, следующий минус, далее, по-моему, никогда я подробно эту тему не говорил, но в Питере довольно-таки шумно, то есть, если вам где-то захочется, вот, просто походить на улицу, ну, там, с кем-то погулять, да, там, просто поговорить, то для этого лучше выбирать какие-то там маленькие улочки или парки, где уже менее шумно, ну, условно говоря, если вы такую прогулку хотите совершить по Невскому, то походите с кем-то вот так пообщаться, ну, если, конечно, одному, то, в принципе, не суть, да, а вот если с кем-то вот просто походить там, погулять, поговорить, да, то уже, ну, вы друг друга слышать не будете, потому что очень шумно на самом деле, то есть Питер входит в пятерку самых шумных городов мира, вот, даже у меня здесь на обводном канале окна выходят на улицу, не во двор, а на обводный канал, и, допустим, ночью я не могу открыть форточку, то есть спать с открытой форточкой, потому что даже ночью шумно, и реально мне тяжело заснуть, поэтому в Питере довольно-таки шумно, хочу сказать, ну, если, опять же, если на маленькой тихой улочке будете жить, то, в принципе, нормально, не будет беспокоить, так, следующий еще такой минус здесь, ну, как-никак, конечно, но есть своего рода преступность, да, я не знаю, как это правильно сказать, но вот сейчас попробую разъяснить это, да, здесь, значит, часто бывают такие случаи, что угоняют автомобили, угоняют велосипеды, ну, и какие-то там очень высокие риски попасть на мошенническое кидаловое или что-то в том роде, да, потому что, ну, например, значит, вот на Новый год был случай на новогодних праздниках, здесь у жителя Курской области, возле метропарк Победы, угнали иномарку, я вот не помню, то ли Land Rover, то ли Range Rover, вскрыли ночью и угнали. Также, вот, допустим, велосипеды, да, у меня один раз был даже случай, летом, значит, ну, чисто вообще даже на пару минут зашел домой, ну, велосипед лень было поднимать, но его в подъезде оставил на замок, значит, прицепил к поручню, буквально на пару минут, и меня так увидели просто, говорят, а это что, твой велосипед? Я говорю, ну, да, смотри, смотри, не оставляй, могут спереть, даже замок твой этот не поможет, поэтому, да, такие случаи бывают, ну, и какие-то там мошенничества, опять же, да, случаи такие есть, риски нарваться есть, потому что все-таки город большой, так, снимать, конечно, не очень удобно вот так вот, поэтому извиняюсь, что порой камера трясется, значит, риски есть, потому что это все-таки большой город, ну, здесь же есть, чем завладеть, и здесь есть, на ком наживиться. Так, дальше, следующий такой минус, хотя для меня он не является минусом, но я все-таки отнесу это к категории минусов, потому что есть люди, которых это жутко бесит. Здесь правильный русский язык. Ну, если вы будете неправильно говорить какие-то слова, неправильно ставить ударение в словах, неправильно произносить окончание, то готовьтесь к тому, что вас за это будут критиковать. То есть, если вы, допустим, говорите положить, а не класть, то или, например, звонит, а не звонит, то, ну, вам будут говорить, что вы там русский язык, в общем, что-то не знаете, ну, в том роде, в общем, будут вас немножко так словесно критиковать. Да, меня это вообще нисколько не раздражает, ну, я отшучиваюсь всегда, если такое подобное бывает, ну, действительно, вот есть люди, даже есть, то есть, снимали там видео на ютубе, которые говорили, они возмущались, что их это раздражает и бесит, о том, что не могут, типа, вот, у них нет, типа, ну, личное право каждого, да, как говорить слова, потому что, ну, лично право, поэтому их это раздражает, ну, поэтому все-таки отнес, это категория минусов, хотя, ну, мне на это все равно, честно. Я это минусом не считаю. Так, ну, и самый такой последний минус, который я все-таки хотел рассказать, о том, что, вот я уже говорил, да, о том, что, типа, в Питер все едут в розовых очках, ну, мол, говорят, вот, тут такой город, да тут так все будет, да жизнь как в сказке, да все как по маслу, а по факту люди приезжают, и они оказываются в ступоре, то есть, через какое-то время они действительно, они, бац, и все, и какой-то ступор. А почему не так? Ну, почему не так? Ну, мне же говорили, чтобы все будет круто, все будет шоколадно, типа, будут там брать меня на расхват, я не знаю, там, деньги будут там рекой литься, да, там, с небес сыпаться. Да, ну, почему у него так, почему? Ну, потому что все-таки по-разному некоторые моменты, которые вам говорят, а в большинстве случаев, это, как правило, говорят люди, которые здесь не жили, а просто приехали, там, по Невскому прошлись, да, там, в Эрмитаж, в Исаакиевский собор сходили, там, фоток наделали, приехали, вот, смотри, я в Питере был, и все, да, там так круто, там все это. А по факту-то они тут не жили, и вообще толком ничего не знают. Вот, и потом, ну, вот на этих эмоциях они начинают говорить, что, мол, надо ехать, жить, вот, прям вот шоколадно все будет, да, ну, бывает, что такое люди потом в ступоре находятся, да, когда с какими-то там проблемами сталкиваются, когда их ожидания не исполняются. Да, для туристов, для туризма вообще город потрясающий, вот так, как вам все говорят здесь про туризм, так оно здесь и есть. А все остальное, ну, я вам уже сказал, вы, вам могут что-то наобещать, что вот вы приедете, и все там будет как по маслу, как в сказке, а вы столкнетесь с какими-то трудностями, и окажетесь в тупоре. Так, теперь дальше рассмотрим плюсы жизни в Питере, да, ну, наверное, первый такой, самый большой плюс жизни, да, ну, как для жизни, как для туризма, то, что Питер это все-таки самый красивый город в России, да, то есть, ну, действительно приятно гулять по этому историческому центру, восхищаться шедеврами мировой архитектуры, наслаждаться вот этими вот набережными, действительно, это очень здорово, тем более здесь же очень сильно, то есть, сама история, да, очень большую роль в истории России Питер сыграл, и если вы эту историю знаете очень хорошо, то вы, в принципе, все это можете посмотреть своими глазами, как это проходило, да, ну, не как это проходило, где это проходило, да, то есть, условно говоря, вы можете читать историю, если вы ее, конечно, знаете, да, ну, вот, действительно, если там гулять по историческому центру, вот, на все это смотреть, да, и восхищаться, ну, действительно, это очень здорово и замечательно. Второй, значит, плюс, да, который хочу сказать, значит, то, что здесь добрые, интеллигентные люди, отзывчивые, ну, приветливые, так же скажу, на самом деле, нету такого хамства, например, как в Курске, да, то есть, как-то все более спокойнее, спокойнее, более как-то интеллигент не делай, ну, происходит, да, я еще говорил когда-то там, ну, буквально первые, наверное, месяца два, когда здесь пребывание, в три, что меня здесь больше всего шокировало, что люди даже практически не матерятся, ну, я имею в виду вот так вот публично, да, как у нас, как это часто в Курске, допустим, там происходит, да, ну, ведь может так закричать, что там вся округа услышит, здесь нет, здесь такого нету, да, там, ну, бывает, слышит, да, там люди между собой, там просто разговаривают, да, там, такие соловечки-то пробегают, но вот так вот, чтобы как-то это все публично происходило, я лично не наблюдал, хотя вот местные говорят, что подобные случаи здесь происходят, ну, я вот за год ни разу такого не наблюдал, даже мне вот вспоминается такой вот случай, да, ехал, значит, в маршрутке, и ехали два паренька, ну, пьяненькие, вот, ну, и что-то между собой они там разговаривали, ну, довольно-таки так просто громко, они там не рукались, просто разговаривали, ну, и матерились, естественно, вот, ну, и им сделали, ну, замечание, мол, ребят, ну, что вы так разговариваете, мол, вы вообще на месте находитесь, да, мол, это некрасиво, на что они сказали, что, ну, они ничего не сказали, они просто прекратили это делать, и все, в Курске это было фейт, да ты че, тут самый умный, что ли, да то, да это, да ты че, тут герой, здесь нет, здесь это все более спокойно, дальше, по сравнению с Курском, и другими слаборазвитыми городами, здесь хорошо с работой, зарплаты тоже, да, ну, выше, чем доход, выше, чем в Курске, как я уже сказал, ну, по-разному, в принципе, где-то, может, там, не очень намного, ну, а где-то и значительно, но все равно, в принципе, ну, на жизнь заработать можно, да, жить можно, то есть доходы, в общем, ну, не работают только самые ленивые, хочу сказать, только вот самые чересчур ленивые. Так, дальше, еще, также, по сравнению с Курском, плюс, здесь очень много мест для досуга, очень много мест для досуга, куда сходить, культурно развеяться, все вот эти пригороды, ну, даже тут, я думаю, разъяснять ничего не стоит, плюсов довольно-таки, то есть, возможностей много, вот, пожалуйста, там, и я на своих видео, так я еще не все показал, я еще обязательно куда-нибудь съезжу, и обязательно сниму, поэтому плюсов очень здесь, возможности, плюсы для этого, то есть, в Курске-то это уже дал, толком даже сходить некуда, вот, а здесь все-таки посмотреть, вот, ну, полно мест, да, полно. так, дальше, здесь хорошая инфраструктура, очень хорошая инфраструктура, то есть, парки, дворы, дороги идеальные, все сделано аккуратно, выглядит очень цивильно, то есть, сами вот эти, то есть, ну, для отдыха, парки-то специально созданы для отдыха, вот, вот, в них приятно находиться, просто вот, ну, просто погулять, да, какие-то там спортивные площадки, секции, ну, все есть, вот, вся инфраструктура, все вот буквально, во всех районах, даже вот, мне там тогда сказали, что я там на большевиков наснимал, да, и типа сказал, что у большевиков, типа говняный район снял, я хочу сказать, там нормальная инфраструктура, по сравнению с тем, которая вот в остальных городах, поэтому, тут скрывать нечего, инфраструктура просто шикарная, также хочу сказать, что здесь хорошая транспортная доступность, хорошая транспортная доступность, то есть, много новых автобусов, часто встречается, троллейбусов, трамваев, вот, то есть, никак там в Курске, там ходят разбитые трамваи, по разбитым рельсам, там старые автобусы, эти коробки, да, которые уже давно пора списать, а здесь все, ну, часто новое встречается, и это транспорт не списанный, из Москвы, хочу сказать, поэтому, ну, маршруты тоже, хочу сказать, разные, на самом деле, где-то хорошо ходят какие-то, какие-то не очень, но, в целом, транспортная доступность здесь очень хорошая, то есть, в Курске, после 10 вечера вообще невозможно уехать, на общественном транспорте, только на такси, и, вообще, настолько все это не уделяя, настолько это все, точнее, хочется сказать, так развалено, что ехать неудобно, то есть, вот эти вот маршрутки, которые ходят по Курску, они, ну, они не справляются с пассажиропотоком, я вот, реально, вот я сейчас замечаю, я с таким комфортом езжу на работу, в Курске такого не было, то есть, в Курске там ехал зажатый, даже порой сесть нормально не получается, в эти маршрутки, здесь все идеально, в этом плане едешь с комфортом, также хочу сказать, хорошее вождение, интеллигентно ездит, не раз говорил, ну, конечно, попадаются всякие чудаки на дорогах, но, все-таки, вождение тоже довольно-таки хорошее здесь, то есть, более интеллигентно, чем в Курске, на мой взгляд, ездит, по встречным полосам, я не видел, чтобы гоняли, как в Курске, это происходит, там, на улице Ленина, например, там, по одной полосе идут автобусы и маршрутки, а по другой весь составленный поток, и какой-нибудь лихач захочет, и на эту полосу через белую сплошную выезжает, и гонит по ней, ну, чтобы там что-то объехать, типа, или ему кто-то мешается, ну, здесь такого не замечал, дальше, близость к Европе, тоже такой плюс, Питера, значит, ну, конечно, я еще не съездил никуда, то есть, ни в Финляндию, ни в Эстонию, понятно, что карантин, к тому же, высокий курс евро, ну, опять же, хорошо развеяться, то есть, расширить кругозор, получить какие-то эмоции, ну, условно, рейс Курска, ну, куда вы, с Курска-то, вот, поблизости-то съездите в Белгород, или в Воронеж, и все, а здесь, вот, пожалуйста, Эстония, Финка, очень круто, можно расширить кругозор, познакомиться с культурой их, вот, поэтому, здесь, в этом плане, тоже хорошо, близость к Европе, большой плюс Питеру, и, последний, все-таки, плюс, скажу, то, что здесь, проще быть самим собой, да, ну, это практически всегда так попадается, да, практически всегда так происходит, ну, как-то нету такой вот, критики, вот ты такой, а это, ну, очень редко, намного реже, вот, чем в Курске, допустим, происходит, да, когда тебя начинают, там, за что-то критиковать, вот, за какие-то там, недостатки, это, здесь, очень редко происходит, и, еще хочу сказать, да, полно видео, там, у меня есть по городу, где хожу, да, из камеры разговариваю, и, в целом-то, ну, всем людям, все равно на это, даже никто внимания не обращает, да, то есть, никто на это не смотрит, никто там не глазеет, ничего, даже вообще, такое, бывает такое, что вы, условно говоря, можете в костюме Петра Первого, зайти в вагон метро, на вас даже никто внимания не обратит, просто в этом случае, на вас, всем все равно будет, ну, и что, как бы, ну, оделся, да, оделся, так, поэтому, да, в этом плане, здесь попроще, ну, и, в принципе, это все, конечно, можно, может, вот, видео буду, когда снимать итоговое, может, что-нибудь еще дополню, это, в принципе, все, то, чем я хотел поделиться, что-то, кстати, у меня это, мало памяти для этого видео, поэтому, ну, вот, чем мог поделился, значит, основные я примеры привел, рассказал, поэтому, всем спасибо за просмотр, всем пока!